Друзья, рад вас приветствовать на нашем канале. Сегодня мы продолжаем заниматься нашим Зиломаном. Для тех, кто недавно присоединился, хочу напомнить, что у нас есть Зил-131, есть двигатель Ман V8, который мы планируем поставить в нашего Зилка. Это своеобразный трэш-проект, который должен нам дарить удовольствие. Сейчас мы ждем кран, для того, чтобы нам поменять мотор и попытаться, то есть мы попытаемся вынимать этот, естественно, и попытаемся примерить наш двигатель Ман в моторный отсек Зил-131. Это будет сложная задача, но болгарка на готове, хорошее настроение на готове. Надеюсь, как и у вас. Вам хорошего просмотра. Мы начинаем. Зацепил двигатель Зил. Здесь и там. Вот так, крест-накрест. Приедет кран, зацепим за это. Вверх. Здесь то же самое. Дополнительно снял корпус топливных фильтров, чтобы был лучше доступ к уху. Вот одно ухо, вот второе. И будем пробовать заводить. Вас ставлю на штатив. Будете смотреть на все происходящее со штатива. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Здесь будет поворачиваться с этой пиздец. Давай вверх! Вера! Давай! Вера! Дай туда чуть-чуть теперь. Идет, идет, нормально. Давай, Вера! Вот! Давай, Вера! Сейчас пойдет, снова варим! Варим, варим, варим! Ну, тогда здесь, amazing. Давайте скорее всего. Все! Варим, варим, варим. И варим, варим, стадий. Т Ура! Ура! Прократка! Пропорчиваем Олег, и Бارлиutos от��가는 там. Продолжение следует... 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 Так, стой. Давай. В общем, сняли мы поддон, все поснимали, мучились-мучились, ничего не получается. Вот в таком состоянии оставляем, кран уехал, здесь ставили козу, козой называется вот эта лебедка, которая вверх поднимает, мотор что-то вывернуло там на брусках, снизу, он здесь сейчас стоит на брусках, вот, и в общем-то криво, косо, и не знаю, но. Но он станет, станет, кардан получится вот досюда где-то у нас будет, он еще вот столько должен пройти, вот столько примерно он еще пройдет вперед, весь двигатель. Вот, ну по идее должно хватить, я здесь за кардан переживаю, что будет слишком короткий. Вот, ну а так, в принципе, должен стать наш мотор. Вот, но в любом случае нам нужно поднимать кабину, так, выше ее ставить, всю кабинку нужно будет поднимать. Вот, значит, пока что уезжаю домой, но завтра или следующий день займемся поднятием кабины, возможно мы ее снимать не будем, может быть и снимем, посмотрим. Может быть, наверное, все-таки снимем ее краном, зацепим мотор и установим уже мотор на место. Вот, именно, вот видите, вот столько нам еще нужно сдвинуть мотор наш. Как раз получится до, там чтобы кардан был подходящей длины. Вот, упирается со всех сторон он, ни в какую не хочет. Вот, здесь еще посмотрим, что-то с рулевым нужно будет делать. Тоже здесь проблема. Ну, возможно, коллектора перевернем. Посмотрим, как здесь будет проходить эта вся система. Друзья, доброе утро, вечер или обед, не знаю, что там, как у вас. У нас утро. Значит, продолжаем заниматься взиломаном. Работы предстоит очень много. Проект очень сложный, никто не говорил, что его будет легко сделать. Многие пишут, что будет рвать там мосты, раздатку. Ничего страшного. Мы же для этого здесь все и собрались, чтобы экспериментировать, учиться, стараться, трудиться. В общем, для хорошего времяпрепровождения. Настроение, надеюсь, у вас хорошее. Сильно в комментариях меня не ругаем. Делаю как есть, делаю первый раз. Значит, по плану сейчас будем снимать кабину. Во всяком случае, я ее откручу, подготовлю для крана. И потом, когда она будет полностью готова, опять наймем кран и попытаемся снять кабину и выставить ровнее двигатель. Это такой план. Так что приступаем. Ребятку. Уберем доски эти и будем смотреть способы снятия кабины. Ну вот, ну здесь вижу подушка, там подушка и сзади какое-то еще крепление. Плюс нужно будет еще открутить ручник, проводку, рулевое. То есть, нюансов очень много. Скользко, друзья. Опасно. Решил я, в общем, заняться самым страшным для начала, для меня, перед снятием кабины. Это проводка. Почему? Потому что я всегда переживал, как отсоединить нам кабину, вот, чтобы осталась проводка. Ну, получается, все достаточно просто. Идет один жгут в заднюю часть. Вот он. Вот этот жгут идет на заднюю часть. Это на стартер. То есть, этот жгут останется с кабиной. А вот этот жгут нам нужно отсоединить. И начал, пошел я по нему. И он, оказывается, идет просто в розетке сюда. То есть, вот эти розетки нам надо отсоединить. И, в принципе, этот жгут мы можем отсюда достать, достать и ставить его на раме. Вот этот. А этот с кабину идет. Получается, фактически, вот эти провода отсоединить. Сейчас я их помою. Отмою цвета, сфотографирую, чтобы у нас была фотка. Но здесь, как бы, все по цветам совпадает. Но лучше сделать фотку. Вот. Так что, быстро разрешилась эта проблема. Я переживал за нее. Вот. Так же, получается, три опоры у нас. Одна, вторая. И сзади там еще один. Карданчик нужно отсоединить. Педаль сцепления. И педаль тормоза. Я уже штифт вынул. Вот это вот. Вот она. Ну и две трубки на подкачку. Вот эта трубка. И еще одна вот эта. Я не знаю, куда она идет там. На щетке, может, какие. Вот. И, собственно говоря... А, еще пневмосигнал. Пневмосигнал еще. Кнопку пневмосигнал отсоединить. И можно будет поднимать кабину. Жгут отсоединен. Эти сейчас привяжем обратно. Вот, а вот этот жгут, который на раме у нас висит, мы его прикрутим здесь где-нибудь аккуратненько сейчас. Упаковал проводочку. Теперь отсоединим рулевой карданчик. Стопор я уже снял. Чуть-чуть спортил я его, блин. Ну, неважно. Та-дам! Все, в принципе. Здесь почти все. Снимаю ручаг ручника. Он тоже нам будет мешать. Поэтому его сейчас мы снимем. Здесь получается, открутить нужно язычок. Вот, зараза, блин. Он упирается в кузов. Открутить его сложно. Ну, наверное, возможно. Ох! Да. Ну, повезло. Сразу же болт обратно, чтобы его не потерять. Вот, сейчас еще вот эти два откручу. И снимем ручничок наш рычаг ручника. Вот он у меня уже в руках. Осталось нам только открутить подушки. Раз, два. И здесь два болта. Вот, раз, два. Четыре болтика. Все оказалось достаточно просто. Открутил. Вот такая там стоит резинка. И вот такой сквозной болт. Сзади же, в задней части кабины, просто два вот таких болта глухих. Вот, сейчас подъедет уже кран. Скинем кабину и попробуем поддвинуть наш двигатель. Ох! 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 Продолжение следует... 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 Так, ну теперь самое страшное, поддон мешает наш заборник. Пришлось, друзья, нам отсоединить заборник и установить поддон вместе с заборником. И только после этого его зажимать. Лазил, там чуть пролез, но зажал. Сейчас нужно уже устанавливать поддон. Вот и были самые простые болты. Сейчас нужно сзади закрутить болты, самое сложное. Полезем с другой стороны. Но хотя бы уже хорошая новость, то что поддон встал. Не мешает нам ни здесь ничего. Даже можно попробовать еще мотор чуть подвинуть. Но, наверное, не стоит все-таки. Сейчас будем примерять. Водонкрачиваю сейчас переднюю часть мотора, чтобы уже убрать этот лом. Все здесь посмотреть, генератор прикинуть. Но генератор не самое сложное. Самое сложное нам будет сделать пропеллер здесь установить. Поскольку он здесь должен маслать. Вот у нас примерно ось. И здесь будет радиатор и вентилятор наш. Вот, поэтому решил поддонкратить уже под поддон. Выставить аккуратненько вровень, чтобы он стоял красиво. И будем дальше пробовать примерять какие-то подушки. Думать, что как. Поскольку у нас уже уровень примерно будет. Примерил подушку. Зачистил ее, почистил немножко. Значит, получается у нас нужно здесь, планирую, сделать накладку, косынки и площадку. То есть, делаю накладку пошире, чтобы двигатель опирался не на маленький кусочек рамы, а как можно больше. С этой же стороны в целом буду отрезать вот это ухо. И делать подушку внутри двигателя. Вот, потому как здесь у нас, получается, держится наш гидрач. Поэтому здесь будет посложнее. К сожалению, ну, здесь будет подушка послабее. Однако, планирую сделать здесь дополнительную. Вот сюда и сюда. Ну, пока что в планах, скажем так. Посмотрим, как тут что будет получаться. Потому как еще не знаю. Но двигатель, видите, немножко под уклоном получается у нас будет. В целом, если смотреть по горизонту, идет такой уклон небольшой. Вот. Не совсем мне это нравится, но возможно там чуть-чуть зад приподыму. Вот, чтобы хотя бы его немножко подровнять. Но он и здесь у нас в грузовике тоже под наклоном стоял. Вот. Поэтому я думаю, тут сильно нету такой уже большой проблемы. Здесь у нас проблема будет. Я ее уже вижу, поскольку у нас этот кардан должен идти где-то вот так. Попробуем перевернуть коллектор. У нас получается, скос будет так стоять, да? Здесь что-то придется нам мудрить. Серьезное. Пока что не знаю, что. Вот это создаст нам проблему. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Достаточно большой объем работы проделан. Да, в видео это все пролетает быстро. Но на самом деле трудишься, трудишься. И уже даже устаешь. Три дня, получается, вот я просидел. Ну вот сделал такой объем. В принципе, я считаю, нормально. Вот. Ну, что ж. Проект Зиламан продолжается. Вам огромное спасибо, что посмотрели. Не судите строго. Не забывайте подписаться на наш канал. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы получать извещения. Вам желают только хороших людей на жизненном пути. Удачи, везения. Всего самого, самого лучшего. Всем пока.